Всем привет! Сегодня будет видео в шапке, потому что снимаем вот этот автомобиль. Я как бы хотел давно снять этот материал, то есть 0-100 на этом УАЗике, но хотел, чтобы он был уже в том состоянии, то есть в конечном состоянии, в котором я хочу его видеть. Но, к сожалению, это еще много, что нужно сделать для этого, поэтому я решился снять все это сейчас. Поэтому сейчас мы едем замерять этот автомобиль 0-100 и четверть мили. Я не знаю, если еще кто-то в интернете такое замерял, именно УАЗик, старый УАЗик на Драге, но мы сегодня это сделаем и посмотрим, что он покажет. Я не знаю, что он должен вообще показать в стоке, но это и не важно, потому что тут даже неизвестно, в каком он состоянии по сравнению со стоком. Поэтому просто замерим и посмотрим. Я решился так сделать, потому что просто проехался без крыши по городу и понял, что он реально едет по-другому. То есть либо крыша и салон столь много весит, и он реально потерял очень много в весе, либо, не знаю, может быть аэродинамика, но он реально едет намного лучше, чем до этого, по ощущениям. Давайте я вам покажу, в каком он сейчас состоянии находится, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Ну и, конечно, сделаем еще один видео, когда уже его закончу и покажу его конечное состояние. Короче, вот в каком он сейчас состоянии. Вот здесь стер краску. Здесь заварили другой кусок металла. Вот так. Здесь тоже все стерли. Нужно все это покрасить снизу. Здесь не знаю, если что-то буду делать. Здесь тоже покрасим. И смотрите, что в салоне. То есть вырезали везде, где было все гнилое, ржавое, и заварили другой кусок металла. Вот так. Вот здесь, здесь, здесь. Так и должно быть. Здесь крепится заднее сидение. Так. Вот так-то. Вот здесь тот. Тоже так. Все часть. Спереди. Точно так же. Вот смотрите. Нужно сейчас все почистить. Вот так. И покрасить. Здесь раздатка и коробка. Кардан, кстати, вот здесь у него четыре болта. Одного не хватало, а три были почти откручены. То есть машина, даже не знаю, как ехал. Плюс ко всему, вот с торпедой, снял ту пластиковую торпеду, поставил вот эту, эти лампочки. Все, то есть почти по оригиналу. Плюс ко всему сигнал. Вот так-то. Да, еще один момент. Я надеюсь все-таки, что он сможет разогнаться до 100. Потому что, ну, все равно 100 километров в час на таких колесах ему довольно тяжело сделать. Поэтому, ну что ж, давайте посмотрим. Надеюсь и карбюратор достаточно прогрелся. И покажут его максимальную мощность. Поехали! 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 35.15! Это вообще-то жиротко! Даже четвертины, но же 29.38! Поехали! 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 Ну что ж, замерил я 0,100 и четверть мили И могу сказать, что это тот случай, когда четверть мили лучше, чем 0,100 Давайте быстренько скажу результаты Четверть мили, самый лучший результат у нас получился 23,14 секунд Со скоростью выхода 87 Была и скорость выхода 88, но там уже хуже результаты по времени И 0,100, самые лучшие результаты у нас 35,15 секунд То есть, Bugatti Veyron об этом даже не мечтает Просто нереальные цифры 35,15 за 706 метров То есть, нужно хотя бы километр, чтобы разогнать этот автомобиль Потому что он за 706 метров набирает 100 И, наверное, еще за 300 он останавливается Но результаты у нас есть Можно от этого отталкиваться То есть, если тут поставить V12 в будущем То можно уже Можно есть с чем сравнивать Я, конечно, шучу Просто очень сильно замерз Я не могу передать словами Сейчас у нас, наверное, где-то 15 градусов И ехать именно в кабриолете Довольно-таки неприятное ощущение Плюс ко всему, это не простой кабриолет Этот кабриолет имеет везде дырки То есть, вот здесь одна большая дырка И отовсюду сквозит Но машина проехала 0,100 Думаю, дальше насиловать автомобиль нет смысла Потому что есть риск, что буду его толкать до гаража И особенно интересно, знаете, когда доходишь до 90 км в час И последние 10 км в час просто нереальные То есть, он где-то до 80 разгоняется, как нормальный автомобиль Я не знаю, за сколько Можно даже посмотреть До 80 он разгоняется за 17,9 То есть, вполне нормальные цифры А вот до 0,90, 24,50 То есть, ему еще 7 секунд нужно Чтобы еще 10 км проехать И еще почти Что почти? Тут 11 секунд еще за последние 10 км К примеру, Renault Megane едет 0,100 за 11 секунд То УАЗик едет 90-100 за 11 секунд Вот такие цифры у нас получились Если вы хотите что-то добавить Либо у вас есть какие-то советы Как сделать его быстрее Хотя это ему и не нужно То пишите об этом в комментарии Не забывайте подписаться на канал И на инстаграм И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok